Ну, вот мы остановились на четвертом стихе. Давайте прочитаем. Огонь есть отец жертвоприношения, могущественный владыка, мудрых. Он есть мера и проявление знания для жрецов слова. В многообразии своих обликов вступает он на землю и на небеса. Множество радостных вещей содержится в нем. Он есть провидец, наделенный радостью на всех планах. Ну, давайте по словам разберем. Пита Яджнянам. Пита – отец Яджнянам всех жертвоприношений. Отец жертвоприношений. Асурах и Пашчитам. И могущественный владыка Асурах. Это как раз ведийское слово, которое означает сильный, могущественный. Исполненный силы бытия. От корня Ас – быть. И Асу – это сила бытия. Асура – это тот, который обладает этой силой бытия. Випашчитам. Тех, которые, собственно, Випашчит. Мудрый, как переводит Шерпинда. Прозорливцев, как переводит Елизаренкова. Випашчит – это скорее тот, который… Такое слово довольно сложное. То есть здесь присутствует и Вип-корень, и, может быть, Пашчит от корня Паш. Но, скорее всего, это сложное слово. Випахчит. То есть, чье сознание, так сказать, в экстазе. Кто сознательный, сознательный о, так сказать, экстазе. Экстаз – Вип, корень – дрожать. Быть в экстазе. Блаженство. Экстаз – дрожание. Чит – коншуснос. Одну секунду. Я сейчас проверю это слово. Как оно? Возможен ли такой вариант? Это впервые мне такое пришло в голову. Такая раскладка. Випашчит. А тут нету ничего, не объясняется. Тут думает Випашин, да? То есть тот, который видит в деталях. Поэтому она так и переводит. Слово, собственно, не совсем понятно. А вообще-то Випахчит, да? Тот, который… Да, вполне возможно такая трактовка, как я перевожу. То есть чье сознание в экстазе. Или кто сознательный в самом экстатическом состоянии сознания. То есть он мудрый, как бы. Виманам агни хваю нам чавагатам. И агни является вимана, мерой. От корня «ма» – мерять. «Ви» – измерять в разные стороны, как бы. Измерять и творить – это тоже один и тот же принцип. Измерением мы творим вещи. То есть измеряя их, мы их создаем. Сегодня был у меня урок по санскриту уже утром. И я рассказывал о системе вот этих наречий, как образуется внутреннее лингвистическое пространство в языке. И тут я пришел к тому выводу, что неизвестно, то ли мы проецируем внешний мир в наше внутреннее лингвистическое пространство и создаем там свое, свои отношения, точно такие же, как они существуют вовне, то ли наше внутреннее лингвистическое пространство создаёт внешнее отношение вещей по своему внутреннему подобию. То есть неизвестно, что первое. То ли внутреннее является первичным по отношению к внешнему, то ли внешнее было спроецировано во внутреннее и был создан внутренний мир лингвистического пространства. То есть здесь та же самая идея. То есть мы измерением, так сказать, мерой творим вещи. Как мы их измерили, такими мы их и получим, как бы, в такой форме. И ваюна – это тоже, она здесь переводит как веха, заметьте, жрецов. Ваюна – это также путь. То есть путь движения от корня Ви, двигаться. Двигаться, проникая, так сказать. Отсюда вот эта веха, как она перевела. А Шиобинда переводит как проявление знания ваюна. Для жреца слово. Тоже интересное слово. Такое ведийское слово. Moving, acting, alive. Waving. Вот это проникать и двигаться вместе. И тоже вибрировать. То есть путь. А также знание и мудрость тоже. То есть вот это движение с вибрацией на пути, оно имеет это значение. Проникновение или продвижение вперед. Отсюда Шиобинда переводит его как проявление знания для жреца слова. Ави Вейша Родоси Бури Варпаса. И он, так сказать, вошел, проник в эти Родоси светоносные два основания. Родоси – это дуалис двух светоносных оснований. Это слово употребляется в основном, прилагается к небу и земле. Это эти два светоносных основания. Он, так сказать, в многообразии своих обликов, вступает он, Ави Вейша, на землю и на небеса. Родоси проникает, входит в небо и в землю многообразием облика. Это слово Елизаренко по-другому переводит это слово Бури Варпаса как определение к Родоси. В оба многообразных мира он вошел. То есть как определение к этому дуалису Родоси. Что тоже возможно. Пуру-приях. Он, так сказать, тот, который несет много радости, у которого много любви или разнообразной радости, разнообразных форм любви. Или любви, которая находится в разных местах, во многих местах. Любви, которая везде находится. То есть все эти три значения возможностей, спору-приях. Горячо любимый, так переводит Елизаренко, любимый многими. Банда-те восхваляется. Дамам их, кови их. Дословно своими установлениями поэт восхваляется или приветствуется Банда-те, горячо любимый или любимый многими. У Шри-Рюбина чуть-чуть по-другому. Множество радостных вещей содержится в нем. Он есть провидец, кови их, наделенный радостью на всех планах. На всех планах дамам их. Всеми основаниями, то есть пору-приях, наделенные радостью. Или, можно сказать, всеми планами он приветствуется. Всеми установками, всеми установлениями приветствуется любимый всеми поэт. Это вот такие дословные переводы. Что здесь интересно, это что он является отцом жертвоприношений и могущественным владыкой тех, у которых сознание в экстазе. он также является мерой всех вещей. То есть, благодаря ему все вещи обретают свою форму. Он также является путем к проявлению знания. Или путем к проявлению мира. и к пониманию всего того, что проявлено. Для тех, которые выражают его в слове вагатам. То есть, для тех, которые выражают его в слове, он является мерилом вещей и мерилом знания. Для тех, у которых пребывает в экстатичном состоянии сознания, он является великим владыкой. А для всех жертвенных актов, трансформационных актов нашего сознания и жизни, он является нашим отцом. Продолжение следует... Отец всех жертвоприношений, могущественных владыка всех, кто пребывает в экстазе, мерила всех вещей и знания для тех, которые выражают его в своем сознании. Он вошел в эти два мира светоносных неба и землю своими многими формами, любим многими, приветствуется всеми установлениями, всеми планами существования как провидец. А у меня вот вопрос по поводу многообразия его обликов. Здесь имеется в виду, что он проявляется в каждом из живущих и в этом смысле он многообразен, да? Или что-то другое? Да, да, это имеется в виду. Варпас это собственно форма, да? И он имеет разные формы, многие формы, бесконечные формы для своего проявления. То есть во всех формах он может проявиться. Не только как огонь горящий, но наверняка и как энергия, как температура, как жизненная сила, как энергия мыслей, как свет нашего ума, как жизненная сила нашего тела и так далее. То есть в универсальных формах. А в индивидуальных, конечно, тоже они все оформлены, потому что он является как бы мерилом всех вещей. То есть благодаря этой энергии собственно и создаются формы отдельные, явленные в отдельных своих форме. То есть вот эта формация всех вещей индивидуально она тоже связана с его энергией. Но он является этой энергией, создающей все эти вещи, придающей им форму. Потому что в этой форме будет выражаться эта энергия каким-то способом, индивидуальным способом. А на небесах как он проявляется? Какого рода многообразия момента? Ну тоже формы, все формы небесные, то есть все боги, все движения универсального сознания, это все тоже его энергии. То есть как говорится в другом имени, Агни сравнивается, он говорит о том, что все боги это Агни, Вишну это Агни, Индра это Агни, все они являются Агни, потому что он является универсальной божественной энергией, силой. И они все проявлены в каких-то определенных формах на небесах тоже, как и на земле они проявлены в отдельных каких-то воплощенных формах. Тоже идеи, те же самые концепты, видения, все это его манифестации его разнообразных форм, его энергии. То есть получается, что Агни это как бы единая божественная энергия, которая создает все эти миры здесь в разных формах. Но интересно сказано, что он вошел в эти две, то есть как бы они были отдельные от него небо и земля, и он в них вошел своими разнообразием своих форм. То есть они где-то существовали до этого как бы как локализация, как миры, в которые он пришел. или он существовал отдельно от них. Ну да, конечно. И это напоминает нам вот эти два творения сразу, да? Ави веша. Кстати, это Ави веша, вот это как раз формула вот этого слова вошел, останется потом и в тех же самых мифах, где Атмана Атмана Ави Веша, Атман На Атманом Ави Веша, он вошел собой собою, пронизав, так сказать, войдя собою в себя. Вот это вот то, что его сознательное существо проникло в свое несознательное существо. То есть Родоси в этом смысле были как бы уже лишенные той полноты сознания, которую он принес своим разнообразием форму. И отсюда появляется вот эта множественность явлений из-за того, что он сам собою пронизал в себя в себя собою вошел. То же самое Агави Веша уже в поздней, более поздней литературе. Здесь тоже он входит в Родоси, но здесь не говорится, что он вошел в себя, он вошел в эти два мира светоносных. то есть, конечно, развлечение здесь, то, что он входит в два светоносных мира, сам светоносный и тем самым как бы проявляет множество всех манифестаций и любимым многими и приветствуется всеми планами, создает вот эту вот картину такую, где мы видим или скорее чувствуем или переживаем какое-то присутствие двух движений в божественном. Одно его локализация или его оформление в образе форм тела, манифестации существа как такового или существ в их множественности и само присутствие самой эссенции души самого божественного, которое дает основание всем этим формам быть. Это Агни. Он Отец всех этих трансформаций, всех этих явлений и изменений. Он могущественный Владыка всех, кто пребывает в экстазе. Он мирил всех вещей и путь ко всем вещам. так как он вошел в эти два светоносных мира и своим многообразием форм оформил их, любимый многими, приветствуется всеми планами провидец. ЧАНДРАМАГНИМ, ЧАНДРАРАТХАМ, АРРИВРАТАМ, ВАЙШВАНАРАМ, АПСУШАДАМ, СУАРВИДАМ. ВИГАГАМ ТУРНИМ ТАВИШИБИХ АВРЫТАМ БГУРНИМ ДЕВАСА ИГА СУШРИЯМ ДАДХУХ. БОГИ ПОМЕСТИЛИ В ЭТОТ МИР ВО ВСЕЙ ЕГО КРАСОТЕ И ВЕЛИЧИЕ БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ ВМЕСТИ С ЕГО КОЛЕСНИЦЕЙ БЛАГОДАТИ. МОЛЧЕЗАРНЫЙ ПО ОБРАЗУ ДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЕ БОЖЕСТВО ТОГО, КТО ВОССЕДАЕТ В ВОДАХ, КТО ЕСТЬ ОТКРОВАТЕЛЬ СОЛНЕЧНОГО МИРА, КТО ПРОНИКАЕТ В ГЛУБИНЫ И СТРЕМИТЕЛЕН ПРИ ПЕРЕПРАВЕ ВОСТОРШЕННОГО В СВОЕЙ МОЩИ, КТО НЕСЁТ В СЕБЕ ВСЁ. КТО НЕСЁТ В СЕБЕ ВСЁ. КТО НЕСЁТ В СЕБЕ ВСЩИ. ЧАНДРАМ АГНИМ, СВЕТОНОСНОГО, ИЛИ КАК ШЕВБЕНДА БУДЕТ ПЕРЕВОДИТЬ, ЧАНДРАМ АГНИМ, ТАКОЙ ДЕЛАЙТФУЛ ФАЙЕ, БЛАГОДАТНЫЙ, ТАК НАШЁЛ ПЕРЕВОДЧЕК ЭКВИВАЛЕНТ, ДЕЛАЙТФУЛ, ТАКОЙ, ИСПОЛНЕННЫЙ БЛАГОДАТЬ ИЛИ НАСЛАЖДЕНИЯ, ИЛИ РАДОСТИ ОГОНЬ, ТАКОЙ БЛАЖЕННЫЙ ОГОНЬ, ЧАНДРАРАТХАМ, И БЛАЖЕННУЮ ЕГО КОЛЕСНИЦУ, ВАЙШВАНАРАН, ЕГО УНИВЕРСАЛЬНОЕ БОЖЕСТВО, ТАК СКАЗАТЬ, АПСУШАДАМ, ТОТ, КТО СИДИТ, ИЛИ ПРЕБЫВАЕТ В ВОДАХ, В КОСМИЧЕСКИХ ВОДАХ, ИЗНАЧАЛЬНЫХ, СУВАРВИДАМ, КТО НАХОДЕТ ИЛИ ОТКРЫВАЕТ МИР СВАР, МИР СОЛУЦЕ, И ЕГО ДАДГУХ, ПОСЛЕДНИЕ СЛОГО, ПОМЕСТИЛИ, ДЕВАСАХ, БОГИ, ИГА, ЗДЕСЬ, ЕГО ПОМЕСТИЛИ В ЭТОТ МИР, ЗДЕСЬ, БОГИ, ВО ВСЕЙ ЕГО КРАСОТЕ И ВЕЛИЧИЕ, БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ, СЕГО КЛЕСНИЦЕЙ БЛАГОДАТИ, ЛУЧЕЗАРНЫЙ ПО ОБРАЗУ ДЕЙСТВИЯ, ГОЛИ ВРАТАМ, ЧЕЙ ЗАКОННЫЙ, ЛУЧЕЗАРЕН, ИЛИ ИСПОЛНЕН ЗОЛОТОГО СВЕТА, ВАЙШВАНАРАН, БОЖЕСТВО, УНИВЕРСАЛЬНОЕ, БОЖЕСТВЕННОЕ, ВОССЕДАЮЩЕГО В ВОДАХ, АПСУ, ШАДАМ, КТО ЗНАЕТ, КТО ЕСТЬ ОТКРЫВАТЕЛЬ СОЛНЕЧНОГО МИРА, СХУАРВИДАМ, КТО ПРОНИКАЕТ В ГЛУБИНЫ, ВИГАГОМ, КТО ИСТРЕМИТЕЛЕН ПРИ ПЕРЕПРАВЕ ТУРНИМ, ТАВИШИБИХ, АВРЫТАМ, ВОСТОРЖЕННОГО В СВОЕЙ МОЩИ, ВОСТОРЖЕННОГО В СВОЕЙ МОЩИ, ВОСТОРЖЕННОГО В СВОЕЙ МОЩИ, НЕСУЩИЙ ОН ОВРЫТАМ, ОН ПОКРЫТИЙ ТАВИШИБИХ, СИЛОЮ, ИЛИ МНОЖЕСТВАМ СИЛ, ТУРНИМ, СТРЕМИТЕЛЬНОЙ ПРИ ПЕРЕПРАВЕ, ВИГАГОМ, ГЛУБОКИЙ, КОТОРЫЙ ПРОНИКАЕТ В ГЛУБИНЫ, И КОТОРЫЙ СПРЕМИТЕЛЕН ПРИ ПЕРЕПРАВЕ, КОТОРЫЙ ПОКРИТ или пронизан всеми силами и несет в себе все. Его боги поместили, его исполненного величия суширия или красоты боги поместили здесь, в этом мире. Слишком много эпитетов, сложно все уместить в нашем ментале, который привык к меньшему изобилию эпитетов. Яркого агни с яркой колесницей золотистого цвета вайшванару сидящего в водах, нашедшего солнца, скрывающего стремительного, окруженного силами неистового боги устроили здесь прекрасного. Здесь проще. Почему боги устроили здесь? Почему боги его установили здесь? Это тоже такая метафора. Они его установили как своего посланника, как своего представителя. Боги и есть собственно он. Боги, которые нуждаются в нем фокусы, на котором все будет держаться. В этом фокусе все собирается, все боги, все их силы, все их движения, все их смыслы собраны в нем. То есть, они его установили, имеется в виду, он является их представителем в акции, манифестации и жертвоприношения. То есть, через него они смогут действовать на этот мир и трансформировать То есть, мы уже размываем границы причинно-следственного ряда. То есть, оказывается, что он является их самым лучшим представителем, он является ими, они его установили, как бы, но это он их сюда приведет, принесет и заставит работать. То есть, вот такая вот получается как бы смещенный причинно-следственный ряд. Неизвестно, кто первый. И тут еще одна вещь, получается, он несет себе все. Вот все вещи. То есть, оказывается, не он помещен в эти миры, а эти миры как бы помещены в нем. И здесь вот получается, как бы все как бы выворачивается на изнанку. То есть, не божественное пребывает в этом мире, а этот мир пребывает в божественном. это как раз то, о чем говорит Кришна в гите в девятой главе, где она говорит Арджане, что он в этом мире пребывает, но это не совсем так. Даже не он в этом мире пребывает, говорит Кришна, а этот мир находится в нем. И вот это вот довольно сложно понять. Он как бы в мире пребывает, но все-таки это не совсем так. Это мир пребывает в нем. И поэтому, наверное, он и проник в этот мир, потому что он в нем и он в него проникает и создает все разные формы манифестации. То есть, этот мир, он как бы вся вселенная наша, она меньше, если сравнивать с пространством, меньше того более великого за границы выходящего от трансцендентального пространства Божественного. Молоденька, а почему же непонятно? Вот смотри, если мы пребываем в нем, то естественно, как говорится, и он у нас. то есть, мы же в этом пространстве вроде по-другому и не должно быть. Да, правильно, правильно. Но мы пребываем в нем в каком-то смысле в разделенных формах, что мы не можем его познать, охватить, осознать. То есть, мы, это как пузырь, да, пребывает субстанция, в которой нету разделения. Божественная трансцендентальная субстанция, это как мать описывает, как расплавленное золото, да, у него нету, между ним нету никаких пустот, а наш мир, это какая-то как пузырь, в котором все вещи проявлены в своих каких-то отдельностях, индивидуальностях, и отсюда создаются иллюзии того, что что Божественный пребывает во мне скорее, чем я в нем, да, представить такое, что я вот сейчас сижу здесь с компьютером, пребываю в Божественном довольно сложно, скорее он пребывает в моем сердце, в моем уме или в моей душе каких-то я куда-то должен уйти, чтобы посоединиться с ним, а вот здесь чтобы так, то есть сознание не позволяет это как бы осознать, поэтому я так, поэтому даже Кришна так говорит, он сначала говорит, что я пребываю во всех существах в этом мире, потом говорит, да, даже не так, говорит он, и меняет точку зрения, этот весь мир пребывает во мне, а не я в нем, и вот это вот изменение, это конечно уже трансценденция, мы уже выходим за пределы нашего обычного восприятия, мы уже для такого видения нужно уже реализовать Божественное, чтобы увидеть, что весь мир пребывает в нем, и это создает собственно говоря абсолютную уверенность или покой, радость, мир, потому что все здесь ему подвластно, одному, здесь уже нету больше такого страха или неуверенности, или то есть появляется полное доверие ко всему, что происходит, это его мир, это он сам здесь, то есть во всех этих разных формах действует так, что как будто бы это не он, да, играет сам собой, какие индивидуальные формации и проявления, а по существу это он один здесь, и это все собственно является пресуппозицией к этому, к этим гимнам, почему так говорится, что его боги поместили, хорошо, агнир деве бхих манушаща жанту бхих танвано яджнам purупеша самдхия радхихантар ияте садха садхат ищти бхих чиро damуна абхишасти чатанах огонь вместе с богами огних деве бхих и тварями рожденными мыслью манушаща жанту бхих танвано яджнам и мысль и тварями рожденными мыслью человеческой воздвигает жертвоприношение во многих формах танвано яджнам пурупеша самдхия он движется между небом и землей антар ияте словно их возничие радхих доставляющих доставляющие их к исполнению их желаний садхат ищти бхих то есть ищти бхих желаниями садхат реализующий его движение стремительно джирах и он обитатель дома damun отгоняющий всякого кто нападает абхишасти чатанах елизаренко переведет прогоняющие проклятия елизаренко переводит давайте прочитаем агни который с помощью богов и живых существ потомков ману приводящих жертву к цели тянет словно нить жертву обильно украшенную молитвой движется как колесничий между двух миров живой домашний бог прогоняющий проклятия но вот по словам агних огонь дэвэбьих с богами манушах так сказать человека мыслящего родительный падеж мыслящего и мыслящего человека дэвэбьих вместе с существами ману ману это может быть ману как прародитель всех существ которые созданы ментальные формации этих явлений то есть со всеми существами которые были созданы ману исходят от ману он растягивает танвана от корня тан тянуть растягивает как нить словно не тянет яджинем жертву то есть сама жертва сама трансформация растягивается в пространстве во время охватывает все пуру пеша сам дгия то есть жертву которая украшена пеша сам обильно как говорит Елизавинкова пуру многоукрашенную или много какое-то во многих формах так переводится пуру пеша сам дгия дгия это с помощью дгии дгия это высший ум высшая концентрация ума здесь она переводит как молитвой Елизавинкова но Шиобинда скорее переводит как рожденные мыслью дгия то есть с помощью мысли эту жертву во многих формах он агни он движется и вот здесь появляется глагол между небом и землей антах в середине он пребывает внутри всего или между небом и землей между его духом как бы элементальным и физическим телом вот там он внутри как энергия пребывает он движется вместе с богами заметьте то есть он всех богов сюда приводит и приносит с собой они являются его так сказать представителями с ними он движется внутри всего и со всеми существами или со всеми явлениями или тварями кричас бон которые здесь рождены или рождаются мыслью манушах или дья мыслью человека то есть дья манушах и таким образом жертва многоформенная распространяется в пространстве и во времени как колесничий между небом и землей он движется доставляющий их к исполнению их желаний дословно садгат приводящий к цели иштибгих их желаниями он их желаниями приводит их к цели стремительный джирах домашний дамунах абгишасты чатанах убирающий или уводящий абгишасты проклятие проклятие или нападение атаку уводящий в сторону или отгоняющий всякого нападающего откуда эти нападающие это другой вопрос то есть оказывается есть еще какие-то силы которые собственно противостоят этому движению они силы тьмы которые были созданы в первом творении это те силы которые собственно потеряли контакт с божественным сознанием но является божественным без осознания этого это эти силы будут атаковать будут требовать своего участия в этом мире в нашем сознании это мы видим очень четко в мире разделение на силы тьмы и света как правило эти силы тьмы они требуют своего места в этом мире хотят жить хотят процветать править этим миром и вот это их атака есть силы света которые тоже атакуют силы тьмы и поэтому не всегда понятно кто есть кто потому что атака остается одно и той же и можно все так перемудрить что окажется что силы света потому что они атакуют они являются как бы негативными как часто силы тьмы это представляют они говорят ну вот смотрите вот они атакуют они нападают они нарушают закон они нарушают мир но в регмине такой проблемы нет потому что есть узнавание что есть чем являются силы света чем являются силы тьмы здесь уже такой неразберихи нет но в мире обычном конечно здесь там все перемешано и часто можно не разобраться и не понять что же происходит на самом деле в особенности если сила лжи представляет все наоборот черное белое но белое черное человек легко впадает в это заблуждение это так я вывел на современный уровень идею то есть он отбивает нападающих в огонь тех которые пришли сюда установить свое владычество в нас и захватить наше сознание и превратить наш мир то есть божественный мир который должен трансформироваться и вырасти в божественное присутствие в свою собственную обитель для себя для удовлетворения своих чувств индри вы заметите что мир который настаивает на удовлетворение чувств будет как раз тем самым миром неведение который атакует это его атака представить всю нашу жизнь как единственное зачем мы здесь живем это чтобы удовлетворить наши чувства наши аппетиты это его философия этого неведения а у мира божественного будет другое видение у этой силы оно смотрит на него как на божественное воплощение как на постоянное движение вперед как на рост сознания как на полную самоотдачу и самоудовлетворение и эгоистическое удовлетворение своих чувств уже не имеет для него никакого значения оно просто его не привлекает как таковое мы когда читали с вами Савитри помните там та же самая идея что Савитри пробуждается со всеми этими племенами людьми птицами животными растениями которые все стремятся сразу удовлетворить получить свои маленькие радости от жизни но ее эти радости жизни совсем не привлекают у нее нету никакого желания делать таким же образом потому что у нее есть этот взгляд божественный ее интересуется совсем другая вещь это постоянная трансформация постоянное изменение мира в божественный мир это единственное что ее привлекает все остальные вещи они постольку поскольку есть они хороши на своем месте но они не являются целью или смыслом жизни потому что Савитри уже воплотил в себе этот божественный принцип все боги уже в ней живут вам еще только предстоит она именно так она является этим собственно огнем этим огнем это она это ее мощь это она пришла сюда со своей силой психического существа и своим так сказать высшим высшей концентрации ума она как бы манифестирует все существа то есть для нее взгляд на существа совсем другой чем у нас у нас мы смотрим на все существа как способ приобретения маленьких радостей для нее же это более высокий взгляд она видит все существа как воплощение божествен они для получения каких-то маленьких радостей эгоистических и обмена этими радостями как сегодня живет мир для нее вот это протяжение жертвоприношения продолжение этой трансформации является законом как здесь танвана яджинян растягивающей трансформации поэтому она смотрит на мир другими глазами но интересное вот это садгат и штибгих и приводит их через их желание к цели то есть вот это вот интересная вещь если перевести все это в поле савитри то окажется что а там же такая же вещь то есть божественная мать через наши как бы невежественные даже желания приводит нас к божественной цели они будут реализованы все наши желания но через другим способом чем мы ожидаем поэтому в этом мире нет адекватного так сказать ответа на наше желание если мы чего-то желаем почему-то мы не можем прийти прямо к этому желанию нам нужно сделать что-то очень всякое многое чтобы к нему прийти вот то что мы делаем все это чтобы прийти к желанию это собственно ход божественного божественное для того что у нас есть желание например стать миллионером я уже приводил это желание оно очень хорошо видно кто-то хочет стать миллионером заработать миллион и вот он работает в этом направлении он все создал свои системы он пока он дошел до этого что он стал миллионером если он вообще к нему дойдет к этому желанию то он исполнит и выполнит все работы на пути к этой цели которые божественное перед ним выставит все преграды все невозможные решения все системы он будет работать в них создавая их выполняя божественную работу то есть неважно какое у него было желание то ли стать миллионером то ли стать каким-то там я не знаю рикшавала да возить людей таксистов неважно важно то что у него есть цель его эгоистическая цель но прийти к ней он сможет только выполнив множество всяких работ движений усилий которые божественные которым через которые божественные приведет его к цели вот это садгат и штип их вот здесь в этом очень хорошо выражают эту идею то есть как Шри Арубинда после Алипурской тюрьмы говорил то же самое что Кришна открыл ему секрет что все работают на божественное даже те которые против него сражаются потому что прийти к цели своей эгоистической они смогут лишь исполнив выполнив всю работу которая божественная шакти им поставит и не важно какая у них эгоистическая цель они все равно будут выполнять работу Всевышнего все равно вот даже если преступным путем будут достигать цели преступный путь это даже собственно говоря это как это сказать как раз допустим деньги у государства у народа это тоже божественное проявление ты меня прямо в угол ставишь ментальная такая скажем теснота появляется никак не выбраться из этого угла ну давайте решим извини я просто ничего правильно правильно очень важно чтобы все увидеть разве разве эти преступления они что они являют собой такое с точки зрения вот того что мы все пребываем в божестве что это такое тогда это какое-то искривление своего рода как бы вот это вот selfishness тоже называется эгоизм эгоистическое восприятие все для себя на себя тянуть одеяло забрать у всех все для своего удовлетворения то есть вот эти силы тьмы которые хотят утвердиться и выжить этой трансформации когда эти силы тьмы вот эти приходят выходят на передний план завоевывает мир они таким самым образом объявляют то божественному вызов приди к нам говорят они и наведи порядок мы уже готовы с тобой так сказать встретиться и поэтому мать говорит что все божественные все антибожественные силы санкционированы божественным для вызова для того чтобы указать куда нужно божественному идти и работать на чем нужно сконцентрироваться то есть они не являются как таковыми напрямую божественными выражениями но они являются частью той работы по трансформации которую нужно сделать выразившись неверным способом они указывают на то что должно быть сделано и сознание узнает мы все узнаем весь мир узнает что что-то неверно происходит там или там мы узнаем эти вещи и чувствуем их вот это есть вызов божественному который начинает свою работу вот он абхишастичатана он убирает отгоняет всякого нападающего скорее не отгоняет хотя чат она именно отгоняет секунду может быть еще есть какая-то более глубокая идея сейчас я гляну driving away да типа отводит отводит как громоотвод да то есть прячет дословно чат то есть прятаться а чат она этот каузативного заставлять прятаться или пугать да или как бы да он их как бы пугает и они прячутся он заставляет их спрятаться то есть не вылазить со своего этого темного места то есть все эти движения против божественной трансформации когда происходит трансформация они начинают нападать потому что собственно они все стремятся к этому в этот фокус трансформации где происходит изменение как только изменение начинает происходить в божественную сторону они все оседают и окружают это явление и он агни так сказать их приводит в порядок он их садит назад это не их время сейчас как бы да трансформация если их время то он их просто будет трансформировать он их убьет сожжет изменит да уничтожит уничтожит эти формации несознания и из них появится тогда вот те формации божественного сознания которые скрыты в них за этой коркой несознания вот такой есть два подхода наверняка один это взять их и трансформировать то есть сражаться с ними а другой это их так сказать увести потому что это не их время то есть это не для них сейчас происходит трансформация это не их сейчас лечат здесь а других таких как они и всех сразу он взять не может поэтому он их уводит в сторону садит на свое место такие идеи интересные то есть агни которые прочитаем Елизанкова агни которые с помощью богов и живых существ потом камману приводящих жертву цели тянет словно нить жертву обильно украшенную молитвой движется как колесничий между двух миров живой домашний бог прогоняющий проклятие еще раз тогда пойдем дальше агни вместе с богами и всеми существами рожденными умом ману мыслящего человека растягивает или утверждает жертву эту трансформацию в пространстве и во времени которая происходит во многих формах не в одной какой-то форме а во многих формах он проникает вовнутрь как колесничий между небом и землей приводящий их через их желание к цели это он это энергия которая пользуется нашими эгоистическими желаниями чтобы привести нас к божественной цели таким образом оформлена эволюция мы вроде делаем все неверно но все наши желания все наши устремления эгоистичны но чтобы прийти к этим к реализации этих желаний мы выполним всю божественную работу это что-то похоже на то что Шри будет сделано пока мудрые спят и разговаривают и спят и вот это своими разговорами своими выяснениями отношений своими движениями своей спячкой они собственно позволяют той внутренней работе произойти все вся эта работа будет сделана то есть не обязательно чтобы на внешнем плане внешний план полностью соответствовал вот этой вот работе по трансформации мира не обязательно когда-то ауровильцы пришли к матери и говорят ей как плохо в ауровиле какие тут алкоголики живут наркоманы как они там прыгают вокруг огня и все такое по ночам пьяные и обколоты и все обкуренные но мать говорит все идет хорошо все в руках божественного говорит и они не могут понять эту вещь вот это вот этот взгляд потому что мы не видим то что происходит за этим и между этим то есть все эти другие движения которые отрабатываются несмотря на то то что внешний план как бы задействован неведением да да сложно это ум не может эту вещь полностью ассимилировать она ускользает от него только момент появляется какое-то понимание понимание сразу раз и ускольз раз ум не может удержаться за это видение что за всеми движениями стоит божественное которое позволяет нам собственно говоря позволяет продолжать жить в неведении да и и через наши вот эти все желания оно может нас привести к божественной реализации даже если мы этого не осознаем потому что мы выполним все равно всю его работу на пути такая мысль но на ней не нужно настаивать а то так получится что можно делать все что хочу да то есть ум может все перевернуть снова и сделать из него такую конфетку для себя для своего невежества это только с точки зрения самой высокой можно увидеть эту вещь как божественное ведет нас к цели через наши формы неведения окей ну и следующий тогда возьмем стих Агнея Джарасва Свапатья Аюни Курджапин Васва Самишо Диди Инах Курджапин Васва Самишо Диди Инах Ваян Сиджин Ва Брхата Ща Джагри Вах Уши Курджапин Беспредель Беспредель Беспредельности Уне Усепное Плак Ты Силен Болей Устремленный К Богам И Просветленным Правидцам Силен 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 Пробудись Сам Брхата Брхата Джагри Вах Расширяющиеся Силы Беспредельности Оживи В нас Уне Усепное Пламя Джагри Вах Ты Силен Волей Сукратух Наверное Устремленный К Богам Ушик Деванам Аси Ты Есть Тот Который Ушинч Как переводит Елизарь Данкова Она не переводит Это слово А Шилбинда Переводит Устремленный К Богам И Просветленным Правидцам Випам Випам Деванам Ча Исполненный Устремлением То есть Он ищет Те формы Которые Здесь могли бы Реализоваться Как его Представители Это Боги И Правидцы Вип Это Честно говоря От корня Того же Вип Дрожать В экстазе Те которые Воплощают В себе Божественное Бложество Это Они Правидцы То есть К Богам И тем Которые Воплощают В себе Божественное Блаженство Он Стремится Или просто Он является Их собственной Силой И устремлением Богов И Правидцам Он Он является Их Устремлением И их Совершенной Силой Воли Сукрату Ты Силен Волей Устремленной К Богами К Богами И просветлянным Правидцам Так переводит Ширбин Тоже здесь Интересная Вещь Он Все Оживляет И побуждает В нас Он Пробудись В нашей Жизни О Агни С прекрасными Явлениями И потомством Напои Нас Силой Ур-джа-пин-вас-ва Освети Наши Импульсы Импульсы Которые Ведут Нас К действию Оживи Так сказать В нас Растущие Силы Божественности Беспредельности Брегатаща Ваянцы Широты Или Беспредельности Ваянцы Рост Рост Силы Беспредельности Оживи В нас О Так сказать Бодрствующий Джагри Вах Ты Есть Сила Устремления В богах Или богов И Реализованных Существ Ты Есть Их Совершенная Сила Воли Сукра И Элизав Чуть По-другому Но Очень Близко К этому Переводит У Агни Пробудись Чтобы Дать Срок Жизни Благословенный Потомством Налейся Силой Он Переводит Налейся Сам Силой А не Налей Нас Силой Шебенду Переводит Так сказать Напои Нас Энергий Восвети Нам Жертвенные Услады Шебенду Переводит Озари Наши Побуждения Оживи Жизненные Силы Высокие Силы Обдительный Тягревах Ты Ушич Среди Богов Ты Наделен Прекрасной Силой Духа Вдохновенных Слов Вместо Провидцев Она Переводит Это Как Гимны Ну вот На этом Мы остановимся Сегодня И может быть В следующий раз Продолжим Начнем с этого стиха Еще его раз Разберем Здесь что-то важное Сказано Еще Чего мы не видим Я не вижу По крайней мере Достаточно Чтобы Его изложить Ну хорошо Тогда Если есть Какие-то Ваши Вопросы Наблюдения Может какие-то Подсказки Пожалуйста Водя Вот в пятом стихе Здесь говорится Того Кто Вседает В отдых Я может быть Пропустил Этот момент Когда ты Объяснял Да Есть Абсул Шадам Да А что Что тебя Интересует Ну вот Как-то Я не могу Понять Что значит Восседает В водах Ну это Вот это Видение Того Что Честно говоря Агни Его дом В водах Да Можно сказать Это какая-то Энергия Вод Как бы На самих То есть Почему В водах Вод является Собственно Первичной Субстанцией Из которой Все произведено Может быть Воды Это Как бы Символизирует Пространство Тоже Пространство Да Само Рождается Из воды Да Агнита Да Его дом Водах Он Рождается Из воды Да То есть Да Это конечно Большая Проблема Для нас Потому что Вода Вроде Как Тушит Огонь Да А тут Вдруг Он В воде Рождается И это Его дом Я так Был Если Предположить Что Это Символизирует Пространство Ну там Космос Большое Пространство Да Вроде Как Сходит Со Все Да Сама Вот Эта Энергия Которая Создает Любую Субстанцию Она В основе Субстанции Ну в общем-то Как говорят Физики Если Водород Сжигает То Ну то есть Это реакция Водорода С кислородом В результате Получается Вода Так вот Энергия Огня Восвобождается И получается Вода Да Или она Коагулируется И скрывается Потому что Сам Сам Водород Вообще-то Он Полон Энергии Сам Расщепить Водород Довольно Сложно Да Огромная Нужна Какая-то Энергия Чтобы Его То есть Водород Является Чуть ли не Основой Вообще Всего Космического Да Вот Этой Субстанции Космоса Если Посмотреть На космос Так Через Это Через Таким Глазом То мы Увидим Что Водородная Как бы Молекула Да Она Самая Основная В космосе Присутствует Это Водород В каком-то Смысле Да Самый Престой Элемент А потом С него Собственно С этого Элемента Можно Развить Все остальные Элементы И Сам То есть Энергия Которая Создает Эту Форму Это И есть Тот Агни Ну я Так Себе Думал Физически Так Как Ты Говоришь Мы Перешли На Физику Если Мы Говорили Другим Языком То Мифологическим То Там Он Пребывает В Субстанции Изначальной С которой Творятся Миры То Сила Энергия Пребывает Внутри Самой Субстанции Вот Эта Идея То есть Сама Сила Является Ничем Иным Как Движением Этой Субстанции Но для Того Чтобы Его Высвободить Огонь Чтобы Он Родился Нужно Сознание То Сила Скрытая В Субстанции Она Не Является Она Скрывается Субстанция Субстанция Которая 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 Еще Не Разделенная Выражает Себя Каким-то Специфическим Образом Благодаря Приложению Сознания И Это Сила Это Довольно Интересный Концепт Что Сила Связана С Субстанцией Но Зависит От Работы Сознания Не Знаю Насколько Это Убедительно Но Мне Казалось Это Объясняет Почему Сат Чит Тапас Это Иерархия Сначала Сат Субстанция Все В ней Включено Потом Чит Это Само Сознание Субстанции А потом Лишь Сила 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 Является Следствием Приложения Так сказать Духа То есть Сознание К Субстанции Моя мышка Улетела То есть А это Постоянный Эпитет Огня Он Пребывает В водах Восседает В водах Рожден Из вод Интересный Конечно Такой Какой-то Очень Емкий Символ Воды Да И вода Это тоже Сома Сома Это Та Субстанция Которая Собственно Создаст Все Здесь В этом Мире Все Органическая Материя То есть Материя Которая Воплотила В себя Дух В то же Время Сома Это Принцип Ананды Который Проявляется Во всех Сама Материя И этим Самым Идет Какое-то Развитие Постепенно Какое-то Я прочитал Интересную Статью О Сознании Сейчас Вот Эта Идея Того Что Все Является Лишь Обработкой Информации То есть Человек И его Мозг И его Сознание Рассматривается Как компьютер Который Все время Как бы Обрабатывая Информации Приходит К чему-то Что Эта Идея Совершенно Ложная Появились Новые Интересные Статьи Научные В научном Мире Которые Говорят Что Вся Эта Идея Абсолютно Ложная Что Никакого Никакой Обработки Информации В мозгу Не происходит Никакого Никакой Локализации Слов Или Видений Или Картинок Там Нет Память Работает Совершенно По-другому То есть Сама Идея Что Идет Какая-то Кодификация А потом Как Мы На диск Записываем Все А потом Оттуда Списываем Перечитываем Эту Кодификацию Такого Нет Мозг Это Живой Организм Который Получая Так Сказать Опыт Помнит Его По-другому Он Помнит Его Тем Что Он Изменяет Свои Субстанции Постоян Каждый Мозг У каждого Человека Совершенно Разный Совершенно Разный Набор Возможностей Переживаний И так Далее И в этом Смысле Каждый Человек В каком-то Смысле Уникален Это Новая Идея Очень Интересная Мне очень Нравится Мне кажется Так оно И есть То есть Даже Чомский Говорил Что Дети Изучают Язык Совершенно Необычным Способом Их Мозг Растет И он Как бы Приобретая Определенный Опыт Он Уже Как бы Знает Как ему Себя Вести Он Меняется С Ростом Человек Приобретает Языковые Способности И если Там До пяти Или До семи Лет Его Языку Не научить Он И не Научится Языку Оказывается В тот Период Происходит Вот Вот Формализация Мозг То есть Интересные Идеи Появляются Новые Которые Говорят О том Что Наша Жизнь Это Не Какая-то Компьютизация Ментальная Это Что-то Гораздо Более Живое И Относится К живому Организму Человек Это Живой Организм Как и Весь Мир Володя Я Перепила Да Я вот Хотела Вернуться Мы там Говорили О желании Огня Или О желании Миллиона Вот У меня Вообще Такое Впечатление Складывается Что Наш Организм Он Как-то Буквально Все Воспринимает Допустим Желание Миллиона Да Вот Я тоже Читала Какую-то Тоби Это Статья Тоби Это Заметка Там Женщина Мечтала О миллионе Ее сын Разбился В авиакатастрофе Она Получила Этот Миллион Ну То есть Богу Все равно Ты Мечтаешь Как ты Его Получишь Это Уже Как Говорится Получишь Да Ну Ибо Будьте Желаний Своих Ибо Они Исполняются И вот Это Допустим Желание Огня Да Ну Придет Он Спалит Мой Дом Там И все Прочее Так Ты Его Желала Ты Его Так Желала Что Вот Ты Как Б Получи Вот Или Допустим Вот Это Вот Мое Внимание Да Там Вот Агента 13 Томов Я Там Их Конечно Читала Изучала То есть Мое Конечно Внимание Было Сосредоточено На матери На Сапреме Ну Сейчас Я Живу В доме На моей Лестничной Площадке Три Пожилые Женщины Которые Ухаживают За Немолодыми Своими Сыновьями То есть Мать И Ну То есть И Такой Уже Состарившийся Сын Один Наркоман Другой Пьяница Третий Ну Еще Чем-то Объянен Естественно У них Своя Ананда Вот В таком Вот Плане Понимаете И Я Так Понимаю Что Это Реализация Именно Моего Внимания Которое Было Направлено То есть Это Вот На На Этому Или Допустим В школе Я там Училась У меня Любимая Учительница Мира Ивановна Да Там Русский Язык Литература Это Был Любимый Мой Чугунова По Памире Такая Железная Леди Очень Строгая Очень Умная Она Меня Обожала Я Ее Обожала Эту Миру Ивановну Вот Она Была Директором Пионерского Лагеря Летом В девятом Десятом Классе Я работала У нее вожатой Даже Как бы Ну то есть Вот эта Мира Она потом Пришла Ко мне И таким Вот Я думаю Что как-то Все Вот это Все Связано Таким Интересным Непонятным Способом И мне кажется Вот эти желания Вот Мать же Суши Робинда Они по-моему Где-то Все равно Говорили Что Желать-то Ничего Не надо Это Что-то Должно Вот Просто Будьте Будьте Открытыми Искренними И оно Все Придет Потому что Вот Любая Наша Мысль Это Уже Как Проявление Эго Мне так Кажется Ну вот Я тут Много Наговорила Да-да-да Так Проявление Вот этого Проявление Вот этого Нашего Внимания Ты как Будет На духовном Мире Концентришься А в реальной Жизни Тебе Вот это Приходит Такое Вот И чем Больше Я понимаю Что чем Больше Ты погружаешься В какое-то состояние Такой Ананды Напоенности Таким Духом Тем чаще Я встречаю Пьяниц Они хорошие люди Они даже Дверь открывают Когда я с коляской Иду чаще Чем Трезвые Как правило Они такие Помощники Но Но вот Это вот Как-то сопровождает Вот это состояние Да И тут же Рядом Появляются Вот такие вот Люди Обмененные Там уже Ну Действительно Вином Ну там Или еще Чем-то Настоящим Вином Ну да Да Вот Не Это самое Ну тоже Небесный Наверное Небесный Тоже Это Если смотреть Божественными Глазами На все То конечно Все Смотрится Немного По-другому Да То есть Происходит Мы не видим Что происходит За вуалью Этого всего Этого всего Полного Как бы Разложения Да То есть Как бы Мы хотим Чтобы внешнее Соответствовало Внутреннему Но у нас Еще и внутреннего Нет Достаточно Чтобы мы могли Привести его В соответствие Да Наше внутреннее Очень маленькое Слабенькое Очень такое Все Искусственное И вот мы хотим Чтобы весь мир Как бы Вовне Соответствовал Этому маленькому Внутреннему Искусственному Я То есть В принципе Это невозможно То есть Все что происходит Вовне Вот эти все Неразбериха Это вся Все эти войны Все эти Страдания Людей И вся Все Все что происходит Оно Собственно Является Не является Чем-то таким Плохим Оно является Плохим По отношению К нашему маленькому Восприятию А с точки зрения Вот божественного То там Происходят Какие-то более Глубинные Процессы То есть Вот этот Вызов Который Делают Вот эти вещи Вовне Неведения Силы Неведения Они Делают Настоящий Вызов Божественного Чтобы сделать Настоящий Вызов Чтобы оно Пришло И явило Себя Во внешнем Плане Должно быть Что-то Такое Из ряда Вон Выходящие Как бы То есть Это будет Постоянно Пока человек Не найдет Себя А когда он Найдет себя Начнется Сознательная Эволюция Ну это еще Вроде как Далеко До этого Пока мы будем Двигаться еще С природой Она будет Нам помогать Вызывая Божественное На арену Поэтому Будут Происходить Эти Катаклизмы Эти Эти Движения Небедения Эти силы Будут Завоевывать Мир Временно Конечно Чтобы Потом Божественное Пришло И освободило Нас И Вывело Себя На передний План Принесло Свои Новые Силы И так Далеко Такая Диалектика Развития Ну это До того Момента Пока мы Не стали Сознательными Хорошо Друзья Ты очень Интересно Рассказал Про работу Человеческого Позга А скажи Пожалуйста Вот как У тебя Твое Видение Как вообще Связано Вот Развитие Человеческого Ну Мозга У Индивидуальности Да И Создательность Как Создание Человека Связано Или не Связано С работой Его мозга И как Это все Связано С Способностью К опасе То есть Каким-то Волевым Аскезом Там еще К чему-то Есть какая-то Связь Или это все В общем-то Разноплановое Явление Ну я думаю Что есть Конечно Конечно Абсолютно Все связано В этом мире Нет ничего Несвязанного Да И мозг Является Этим тоже Элементом Или главным Органом Который Как бы Воплощает В себе Вот это Вот изменение Как это В нашем Опыте Да То есть Это Получается Орган Так сказать Нашего Набора Наших Опытов Наших Смыслов В одну Увязку В то Что мы Знаем Вот когда Там даже Этот автор Этой статьи Говорит Что Если ребенок Вышел И рассказал Сказочку Там Или Прочитал стишок Или спел Песенку Потому что Мы его Научили Да Мы его Очень долго Учили Чтобы он Правильно Произнес Стихи Запомнил То как Он запомнил Это что Где-то Отложилась Песенка Или Отложилась Стишок Где-то В голове Нет Произошла Такая Вещь Что все Эти невроны С миллиардами Своими связей Там Триллионы Связей Между Невронами Нашла Позицию В которой Есть Место И этому Явлению Вот Представляешь Себе Такую вещь То есть Не запомнил Не отложила Где-то Кусочек Что оттуда Надо достать Этот Неврончик А Вся Система Отриллиров Это как Супермайнд Который Вместе Все удерживает Во всех Деталях И во всех Возможных Явлениях Вот такой Мозг Он раз И Поменял Позиции Вот эта Позиция Уникальна Этого Ребенка Нету Ни у кого Такой Позиции В этом Мире Как у Этого Ребенка И не Будет Никогда Вот в чем Интересная Вещь То есть У каждого Уникальный Мозг Потому что Он набрал Разные Опыты Разные Позиции И сейчас Ему Выйти на Это То есть Он может Вспомнить Эту Эту Сказочку Или Эту Стишок Или Песню Снова Воспроизвести Но Не Один в Один Он будет Это делать По-другому Потому что Весь набор Очень богат Каждый раз Это будет Звучать По-другому Вот такой Подход К изучению Мозга Сейчас Новый Мне кажется Он гораздо Более Продуктивный Чем Тот Старый Где Все Кодифицировалось И где-то Откладывалось В каких-то Химических Элементах Что Совсем Невозможно Сама Идея Абсорб Человек Не машина Не Компьютер Не Аддиск Это Что-то Совсем Другое Это Живой Организм Да Еще Володя Я хотела Добавить Что Были Исследования О том Что Человек Записывает Еще не будучи Человеком Еще только На уровне Протоплазмы Еще только В самый момент Зачатия Происходят Записи Того Что происходит Вокруг Он видит И слышит Неизвестно Как Причем На каком Это уровне Идет запись На уровне Клетки Даже клетка Сама записывает Конечно Это не мозг Ну да То есть у нас такая способность Есть Конечно Конечно Ну вообще Вы Видели как мозг Он состоит из двух частей А дальше Отходят От него Вот эти Вот этот Весь Корн То что называется Спинная Вот это Вот Все эти Нервы Или как они Называются И вот Через них Вот эти две Половинки Они каким-то образом То есть тело Все тело Это весь Это весь Мозг Собственно С отростками Это не просто Там мозг Какой-то Отдельно От тела То есть Само тело Участвует Во всем этом Непосредственно И в этом смысле Конечно Людмила права Что Любая клетка Этого организма Является Собственно Записью Самого Опыта То есть Совсем Другой Взгляд На Человек Это не Просто Какая-то Отдельно Рука Как Механизм У нас Было Сначала Механистическое Представляем Что Человек Существует Работает Как Механистическое Как Кран Как Машина Но Это Не Так Он Живой Это Не Какая-то Механистический Взгляд То Есть Идет Развитие Концептов Что Такое Человек Как Работает Мозг И Очень Мне Понравилась Эта Статья Я могу Вам Тоже Ее Выслать Если Захотите Но Она На Английском Те Кто Хочет А Можно Вообще Еще И Дальше Пойти И Сказать Что Человек Он Помнит Свои Жизни Ведь Прошлые Как Известно И Что Там Нас Записывает Это И Это Тоже Уже На Уже Не Клетки О Каких-то Тонких Тел Наших Ну да Здесь Мы выходим За Рамки Вот этих Исследований Научных Нашего Тела Конечно И Оно Тоже Присутствует В этом Теле И Оформляет Всю Нашу Перцепцию Тоже То есть Уникальным Образом То есть Что Мы Создаем Определенное Тело Для Этого И Определенный Мозг И Определенные Способности Короче Говоря Тут Есть Над чем Подумать Вот этот Прорыв В науке Мне Очень Понравился То есть Он Ведет К какому-то Новому Восприятию Человек Как Уникальное Живое Явление Здесь Недалеко От того Что Появится Энергия Вот Агни Да 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 Говори Володя Так Получается Что Увеличивается Значение Каждого Движения Каждой Мысли В общем Всего Того Что Мы Проявляем И вот Здесь Как бы Вот Эта Идея Бдительности Она Опять Как бы На первое Место Выходит По крайней Мере Для нас Тех Кто Занимается Там Что Да Конечно Нет Ничего Степенного В этом Смысле Нет Да Движением Божественного В нас Даже Даже Несознание То что Мы Как несознательно Мы движемся И глупости Делаем Все Это Как бы Вот это Вот Уже Является Как бы Приложением Да То есть Неведение Это приложение К тому Что все равно В нас остается Истинное Явление Это истинное Явление Все равно Проявится Даже Если мы Будем Индульгировать В Невежестве Все равно Проявится Только Позже Только Дольше Это займет Времени Больше Уйдет Сил Больше Уйдет Там Всего Энергии На Это Но Все равно Себе Явит Те Кто Хотят Развиваться Быстрее Конечно Должны Прибегнуть К йоге И стать Бдительными И Отсеять Все эти Как бы Наслоения Невежества Чтобы Явить Свою Собственную Сущность Себе Самому Сначала Физики Физика Поэтому Столь Важна Мать Придавала Такое Огромное Значение Физике Физическому Телу Никто Ни в каких Йогах Этого Не делается Только Шри Оно 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 Является Божественным Воплощением И Здесь Для Божественной Работы Хорошо Друзья Где когда мы осознали, а мы решаем. И отсюда такой пробел между внутренним и внешним как бы движением. Мне кажется, знаете, еще вот очень важно, не то, что, вот Людмила по поводу рассуждала информацию, которую клетка несет, а мне кажется, что информацию, которую несет атмосфера даже, или там место, я, вот у меня такой опыт был, когда я увидела во сне, что я была матерью Кондратья Рылеева, вот называла его Кони, и мой современный ум, он как бы во сне не понимал, то есть была совершенно определенная обстановка, мы разговаривали, но мой вот современный ум, который во сне работал, он не понимал, что, он говорит, у тебя есть дочь Маша, да, а при чем здесь Кондратья Кони, я его звала Кони во сне, и я его видела там с бакенбардами совершенно четко. А потом, когда я стала читать историю, ну, я не придала особого значения, мало ли, что откуда пришло, когда я стала читать историю района и места, где, оказывается, здесь было какое-то родовое имение Рылеевых, они здесь жили просто-напросто, то есть вот идет вот такое вот какое-то считывание, да, информации, такое вот интересное, и я вот тоже это заметила, что от места пребывания очень многое зависит в нашей жизни, ну, вот от того, что происходит. Я не знаю, насколько это с прошлым связано или вот... А может быть, ты просто действительно была его матерью? Да нет, я не думаю, у меня очень много... Ну, кто знает, Нелли? Нет-нет, у меня очень было много снов по поводу, допустим, семьи Романовых, когда я там присутствовала. Я так думаю, что оказывает влияние даже та литература, которая у нас дома находится, да. Допустим, у меня стоят книги Родзинского, и там он очень много о Романовых, об этих, и я вот реально просто вот во сне я была, не знаю, скорее всего, в роли дочери царя, то есть ходила Александра Федоровна и читала стихи, потом сказала, что так, как было, больше уже никогда не будет, больше уже никогда не будет так, как было. То есть, ну вот конкретно, и причем это было неоднократно, я не могу сказать, что это была прошлая жизнь царя, потому что много было снов и таких вот из исторического прошлого. Может быть, совпадали состояния сознания, да, вот в того момента. Может, что-то менялось, когда Александра Федоровна больше такое не повторится, может быть, это как-то связывалось. Вот, ну, здесь механизм мне непонятен, но такие опыты были. Помните, мать про Мюрата, да, писала, когда вот этот вот, она говорит, что это не значит, что в прошлой жизни, да, я была Мюратом, а вот это состояние сознания, да, когда он в бой шел и скакал на лошади. Это какая-то часть ее была. Да, да, это какая-то часть. Ну, может быть, вот мы же тоже можем совпадать, да, в какой-то части с состояниями тех людей, тех исторических, допустим, персонажей, которые были. Ну вот такое вот считывание, мне кажется. Хотя вот очень многие освобождаются же даже от литературы в доме, да, которая может, ну, что вот все оказывает влияние на человека. Но вот с местом, мне кажется, это очень важно, вот от того, где мы находимся, что вот эта вот память места, она тоже на нас влияет. Да, конечно. Ну, все, да, все живое. Все, знаете, говорят об энергоинформационном поле Земли, в котором якобы сохраняются вот все эти мысли, события, и человек иногда случайно или даже кто сумеет, тот намеренно как бы установит контакт с этим полем. Я думаю, вот поэтому такие вещи возникают. Со всеми бывает, ну, в разной степени все эти вещи происходят со всеми. Кто-то, может, просто не замечает за собой этого, или не придает значения. Сейчас есть всякие психологические практики, которые позволяют вытащить из человека все его прошлые жизни даже. Что все возможно, Нелечка? Нет, мне кажется, что вот я это с прошлыми жизнями, со всем, я скорее с информацией, с информационным полем вот это связываю, и то, что организм считывает, да, вот наши дела. И прошлые жизни. Имейте в виду чужие прошлые жизни, я об этом лично. А разве память... Нет, свои собственные, именно свои собственные. А свои собственные. Да, да. Разве память о прошлых жизнях не хранится в психическом? Мне кажется, только там. Если оно приоткрыто, то можно как-то с этой информацией работать. А если нет, то как? Есть практики определенные, Нелли, которые... Ну, как они, эти люди, работают? Откуда они эту информацию? Как они? Ну, человек в определенном состоянии его вводят, так называемые ревери, когда часть сознания идет именно в тот момент, который нужно вспомнить. Он сам это отыскивает. Но является ли это истиной, настоящей? Да, мне тоже кажется, что можно и литературу... Это проверялось, это проверялось. Серьезно? Да. А мне кажется, что человек такая универсальная система, что вот о каких-то конкретных, да, очень сложно. Ну, какие-то очень тонкие вещи. Ну, да, да. Можно приедать все, что угодно, а особенно это преподнести клиенту. Меня... Я однажды была в санатории, там был замечательный доктор после аварии. Он и кардиолог, и психотерапевт, и он практиковал холотропное дыхание, он предложил мне эту практику. Но я перед этим увидела во сне игрушку, глиняную игрушку, и я отнеслась к этому, естественно, как к игрушке. И, ну, я могу сказать, что я ничего, собственно, в процессе не увидела, хотя он пытался там погрузить меня. Но вот потом пришли сны про видение, просто видение про Николая II. То есть я его стала видеть, 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 видеть. Но я так думаю, что это тоже, это связано с Петербургом, именно с историей города. Мне такое ощущение, что все-таки это вот такая информация пришла. И я просто попадала, видимо, в ту атмосферу. А не конкретно про себя. Все возможно. Да. Только потому, что мы прожили сотни тысяч жизней. Все в нас есть. Вся Вселенная. Ну, именно так, да. Потому что из супраментального, если идет выход какой-то психический касания, то можно получить любую информацию, в любом виде. То есть не обязательно. У нас идея, что мы должны получать лишь свою информацию, это такая ограниченная идея. По существу мы связаны со всем вместе. Мы большой один организм. В этом смысле у нас есть выход на умные переживания. И как работать с желаниями, Владимир Борисович? Вы скажите, желать огня или нет? Я вчера в 11 вечера ехала от дочери, и перед мостом горел, то есть огромное количество пожарных машин пчалось впереди нашей машины, и горел дом около моста, там плало все. И у меня такое сразу, я не знаю, что там, склады какие-то или еще что-то, но несметное количество машин, и у меня вот это вот, да, думаю, это желание огня, призывание. Божественный огонь, да, чтобы он трансформировал все, да. А такого огня можно, может, и не надо желать физически. А он разве разный? У него одна, по-моему, природа, и тот, который палит наши дома. Природа одна проявляется по-разному. Да, у меня, кстати, преследовали мою свекровь и свекра Царства Небесные, у них в жизни сгорело три дома, и четвертым была баня на даче, но в новой отстроенной, это было вот такое, хотя бы... То есть уже есть такой опыт, да? То есть тоже. Да. Володя, я слышал о такой практике, что когда представляешь, ну, если есть какой-то недостаток, да, в тебе, ну вот, или нужно от чего-то избавиться, то как бы отдаешь это в руки матери и представляешь, что она это сжигает в обогне, или эту сущность, которая олицетворяет этот недостаток или, ну, какое-то движение неправильное, да? Ты слышал о таком? И как бы, ну, вроде как работает, ну вот, но до сколько это вообще неправильно? Ну, в общем-то, ну, просто вот вистуализируешь, вот в такое состояние входишь, как бы в транс, и отдаешь это, вистуализируешь, как какую-то черную, такую сущность волосатую, мерзкую, как, ну, паучка какого-то. Видишь, как пать прямо, ну вот, на грани сна и пробуждения, как она прямо вот и берет, как его крючком каким-то, ну, подевает, он и движет, и сгорает вот в этом огне. И вроде как вот какой-то недостаток, он уходит или ослабевает, по крайней мере, на долгое время. Ну, вот у меня вот такой вот. Правильно, правильно. Любые формы хороши. Неважно, какой символизм ты используешь. Может быть, это паук, там, это, то, огонь. Можно любой символ, да, использовать, любой, который, собственно, помогает нам сориентироваться, что происходит, и помочь ему произойти, да. Это может быть, я пользовался другими символами, там, во сне, например, когда я заболевал, я начинал перестраивать дом по кирпичам, да, он неправильно выстроен. По кирпичам его разобрал, перестроил. Все, проснулся без болезни. Или там, у меня такое было впечатление, что моя программа пишет неправильно, как в ДОСе, знаешь, вот эти все всякие значки. Я все стираю, стираю один за другим, а потом печатаю нормальный текст. То есть, неважно, какой символизм ментальный, да, если он работает, он работает. Все. То есть, если это работает, прекрасно. Оно помогает измениться. Здорово. То есть, кому что подошло, у кого что открылось, как она ему открылась. Здесь все. Это вещи важные. Хорошо, друзья, тогда мы сегодня закончим, а то у меня сейчас будет встреча через 3 минуты. Я закрываю мантрой.